САНИ ПАС ЛЕ СОТО Сегодня я чувствую себя как мальчишка в конфетной лавке. Обсерватория Кейптаун. Завтра я отправлюсь на пять с половиной недель в Мозамбик. Мы посетим Лесото, Сплэш и Фэн. Это отличный рок-фестиваль. В каком-то смысле я самый везучий парень мира. Многие, листа взрослыми, отдыхают на выходных, в отпуске. Краткий отдых от работы с девяти до пяти, занимаясь тем, что любят так, как я. Итак, я приглашаю вас присоединиться. Моё сердце в Африке. Кейптаун. Хилтон-Росс. День первый. Пять утра. Давайте, мы ждём. Южная Африка. Коулсберг. В первые дни путешествия мы проедем больше тысячи километров до центра Южной Африки, Блумфонтейн, и это переводится как «фонтан цветов». На ночь мы остановимся в кемпинге Мизпа. Когда едешь весь день, происходит интересная вещь. Начинаешь думать о том, чтобы съесть, а заканчиваешь попыткой устроить настоящий пир. Сейчас мы пересекаем Кару и пытаемся достать местные деликатесы. Мы хотим знать, есть ли у вас устрицы Кару. Да, устрицы Кару, сэр. Ещё звонок. Другой номер. Четвёртый. Ты продолжаешь лелеять надежду, а потом... Скажите, у вас есть устрицы Кару? Мы бы хотели их купить. О, это прекрасно, классно. У нас будут устрицы Кару. Надо найти добровольцев для дегустации. Это будут все зрители и Ларк. Яички барана. Яички барана. Митлендс, Колсберг. Что это было бы за путешествие через Кару без местных деликатесов? Их называют устрицей Кару. Подскажу, что это. У самки этого нет. Давайте их заберём. Добрый день. Это скотобойня Колсберга. Такое мясо мы обычно не видим. Я распишусь за четверых. Пятерых? Какое голубое небо. Договорились? Я должен надеть комбинезон и сапоги? Я туда не пойду. Ты серьёзно? Придётся пойти туда в комбинезон, иначе мясник принесёт всё сюда. Не уверен, что смогу. Мы сможем? Ладно, иду. Сапоги и комбинезон. Давайте вы тоже. Я сомневаюсь насчёт этой скотобойни. Кстати, устрицы Кару только называют устрицами. Это не устрицы. Тоби, ребята, пройдёмте со мной. Вы должны надеть комбинезон и сапоги. Это устрицы Кару. Хорошо. Берёте ножницы, вот так, и отрезаете вот это. Осторожно, а то разрежете всё до конца. Готово. Вот это надо отрезать. Это отрезать? Ладно, мы попробуем. Никогда их не пробовал. Я пробовал, но больше не хочу. Каждый парень думает об этом. Можно я возьму шесть штук? Держите. Большое спасибо. Это чтобы перекусить в пути. Тоби. Это скотобойня. Не верится, да? Свяжуют, отрезают голову, снимают шкуру, разделывают. Всё идёт в дело. Даже это. Они всегда такого размера? Ты точно взял то, что надо? Ты что, немного завидуешь размеру? Яйца. Да, я не хочу. Это есть, да. Нет, ты съешь. Вы все в игре, позднее придётся. Позднее придётся. Мы их съедим. Южная Африка. Миспа Лодж. Путешествовать по дорогам Южной Африки непросто. Миспа Лодж. Здесь большие расстояния. За день мы проехали примерную длину Англии и приехали в Миспа в темноте. Сейчас мы быстро размещаемся. Мы в баре Интегрити и сейчас приготовим коктейль. Это наша работа, я займусь этим прямо сейчас. Хочу показать, как приготовить коктейль, водка, шоколад. Для начала возьмём треть бутылки водки. Подойдёт любая. Затем возьмите две плитки любимого шоколада. Любой шоколад без орехов и вафли. Его надо засунуть в бутылку и закрыть крышкой. Бутылку поместим в ёмкость с горячей водой. Шоколад растает, смешиваясь с водкой. Если хотите, можно добавить взбитые сливки. Это убийственная комбинация. Это круто. Такое не пьют поутру. Боже, что ты туда налил? Завтра нам надо рано выехать. По-моему, веселье в этом классном пабе только начинается. За углом есть бильярдные столы. Некоторые смотрят Кубок мира по крикету. Мне кажется, сегодня я рано не лягу и, возможно, просплю. Люблю, когда теряю самоуверенность. Сейчас я забью третий. О, нет. День второй. Блумфонтейн, миспа Лодж. Позади 997 километров. Вчера в первый день путешествия мы ехали в течение 14,5 часов и сегодня немного проспали. Сейчас мы едем в Малюти Маунтейн Лодж. Он находится у подножия гор Малюти, недалеко от национального парка Голден Гейт. На ланч я приготовлю для всех пиццу. Это одно из тех простых блюд, которые должен уметь готовить каждый. Узнав основы, вы сможете приготовить что угодно. Как видите, все настроились на долгий путь. Что вам хочется? Прости. Как видите, все чем-то заняты. Кажется, всем хочется увидеть что-то новое. Южная Африка. Малюти Маунтейн Лодж. День второй. Мы здесь ночуем. Мы приехали в Малюти Маунтейн Лодж, в Кларенсе. Пора приготовить на всех ланч. Вам интересно, зачем нам этот оцинкованный бак? Пицца из мусорки. Мы сделаем свою печь для пиццы. Хочу подчеркнуть, что Робби, гиду из Хилтон-Рос, придется еще потрудиться. Нам надо кое-что выкопать. Бо? Пожалуйста, в первую очередь, сними дерн вот на этом участке. Засыпаем наш бак землей, разведем огонь и положим неглазированную каменную плитку. Это заменит нам печь для пиццы. Положим пиццу, закроем крышкой. Сногушибательно. Ладно, парни, сначала нужно приготовить тесто для пиццы. Это очень простое тесто. Килограмм муки, 4 столовых ложки соли, 650 миллилитров воды с дрожжами. Перемешиваем. Запачкаем руки. Это необходимо, если делаешь тесто. Можно использовать специальный агрегат, но я хочу показать, как это делается руками. Вымешиваем тесто 8-10 минут, а потом кладем в теплое место. Накроем влажным полотенцем, за полчаса оно поднимется, и можно будет делать пиццу. Тем временем, думаю, мы прогуляемся в Голденгейт, парк за холмом. Я так рад, что мы сюда приехали и прогулялись до темноты. То есть, вы полюбуйтесь. Бабуины напоминают нам о наших корнях. Можно представить себя сотню тысяч лет назад в этом буше. Тесто подходило в течение 30-45 минут. Оно вдвое увеличилось в объеме. Мне осталось только сделать себе пиццу. Я приготовлю традиционную и покажу всем, как сделать свое. Каждый сможет ароматизировать пиццу, чем пожелает. Я сделаю первую. Для начала возьмем кусок теста размером с мячик. Кладем тесто на стол и расплющиваем ладонью. Вы видели? Они только что вернулись из Голденгейт. Классно, да? Надо, чтобы тесто стало тонким, как блин. Я бы посоветовал заняться всем тем же. Если хотите есть, это станет вашим обедом. Правда? Я иду. Тогда, Гаррад, бери тесто. Сейчас я освобожу место. Возьми кусок размером с мячик. Прижимай тесто ладонью. Красивый квадрат. Можешь сделать квадрат. Только он должен быть меньше, чем плитка. Теперь растолчем черный перец. Дай мне обратно этот пестик. Прости. Ребята, почему все вдруг взялись за кухонные принадлежности? Свежемолотый перец. Насыпаем здесь пять банок целых очищенных томатов. Без сока. Немного молдонской соли. Я разомну их руками, как получится. Надо, чтобы остались кусочки. Я хочу только выдавить сок. Видите, я размял томаты. Сейчас вымою руки и расскажу, что дальше. Так, руки чистые. Следующий этап. Смотрите внимательно. Берем томатное пюре. Кладем по центру. И распределяем. Джастин, у меня есть хорошая основа для пиццы. Я продам ее остальным по 20 долларов за штуку. Я уже сделал. Пол генеральный, директор Малюти Маунтин Лодж. Хорошо, купите полуфабрикат. Так, ваша пицца будет готова гораздо быстрее. За сколько ты их продаешь, Пол? 20 долларов. 20 долларов. Ребята, все ингредиенты здесь. Если не хотите. Итак, мы выложили на пиццу томатный соус. Просто. Немного соли. Оливковое масло. Дальше кладите, что хотите. Я хочу добавить сюда свежий ароматный базилик и пармезан. И моцареллу. Нужна помощь? Нет, спасибо, я справлюсь. Ставим в самодельную печь. Я забыл посыпать ее мукой. Пицца. Видите, что вышло? Прилипла к плитке? Нет, слишком большая. Пол, куда ты? Можно взять твою? Она меньше. Не могу поверить, что так вышло. Боже. Я привез лопату, я купил ее специально. Обычно я делаю это руками. А теперь моя пицца пригорела. Это Пола. А вот и все. Солнце садится, мы заняты приготовлением обеда. Завтра утром мы отправимся к Санни-Пас. Мне интересно. Я там не был. А еще там находится самый высокогорный паб мира. Мира? Самый высокогорный паб Африки. 2737 метров. Даррен? Что-то около того. Там мы выпьем. Я еще раз приглашаю вас присоединиться. Пойду поболтаю с друзьями и увидимся завтра утром. День третий. Малюти Маунтин Лодж. Пять утра. Позади 1327 километров. Мы выехали из Малюти Маунтин Лодж в пять утра. Нас ждет новый день в дороге. Зачем? Мы пересядем на внедорожники. Наш путь в лесу-то ведет через Санни-Пас. Это всего лишь грунтовая дорога для джипов на склонах драконовых гор. Скоро мы окажемся в горном королевстве Лесота. Вот пограничный пост. Он стоит в абсолютной глуши. Внимание! Горный перевал Санни-Пас. Санни-Маунтин Пас. Работаю как мул. Видите, какая ухабистая дорога? Пограничный пост Лесота. Мы на вершине. Я так вымотан, что сейчас не смогу приготовить устрицкору. Как только пройдем таможню, отправимся в высокогорный паб. Привет! Сначала я должен померить. Красиво, красиво, очень красиво. Да, тебе идет. Большое спасибо. Какой холод. Здесь градусов 9-10. Лесота – единственная страна, где самая низкая точка находится в километре над уровнем моря. В сущности, вся страна находится выше тысячи метров. Естественно, тут холодно. Так что приятнее всего сидеть дома, греясь около жаркого огня. Санни Топшале. Спасибо вам за гостеприимство. Посмотрим, что внутри. Лесота – не место для неженок. Это изумительно. Мы ехали более часа вон оттуда. Сюда. Джейми Ли, приятно познакомиться. Это Кэти. Привет, Кэти. Джейми Ли. Привет, Джейми Ли. Джейми. Редактор субтитров А.Семкин День четвёртый. Санни Пасс, Лесота. Позади 1578 километров. Прекрасное утро. Мы рано встали, чтобы увидеть восход. Чашка на завтрак. До конца этой серии мне осталось только приготовить друзьям завтрак. Он очень простой. Нам понадобится форма для маффинов и квадратики слоёного теста. Я начну с этого. Нам надо разложить слоёное тесто в эти углубления. Получатся красивые чашечки. Это необходимо. Потом мы разобьём яйцо прямо на сырое тесто и запечём в таком виде. А затем добавим остальные ингредиенты и расплавим немного сыра и съедим. Это очень простой завтрак. Можете его приготовить, как мы, на вершинах гор. 2700 с чем-то там метров. Вам нравится деревня Басута позади меня? Стены из камней, крыши из соломы. Не забывайте, зимой вершины этих гор покрыты снегом, а температура может опускаться до минус 10. Когда становится совсем холодно, люди из племени Басута спускаются в долины. Там они пасут своих овец. Здесь не покататься на лыжах. Условия для спуска одни из лучших в Африке, но через перевал зимой не проехать. Единственный способ добраться – вертолёт. Последнее. Поставим это в духовку. Примерно на 20 минут при 180 градусах, если готовите в электрической духовке. А в газовой немного дольше. А вот и всё. Завтрак готов. Прошло 25 минут. Посмотрите. Прекрасно. Осталось только положить начинку. Это может быть что угодно. Лосось, томаты, грибы с чесноком и луком. Думаю, я сделаю один с беконом, один с лососем и один вегетарианский. С него и начну. Это смесь лука, грибов, чеснока и рукколы. Просто нарвём. Пара томатов. А теперь с лососем. Зелёный лук. Хрустящий бекон и сыр пикорино. Посыпаем сверху. И, наконец, моцарелла. Поставим обратно в духовку минут на пять. Весь сыр расплавится и завтрак. Всё в одном можно подавать. Кушать, кушать, кушать. Как классно. Горячо, да? Да, очень горячо. Это так вкусно. Отлично. Ну, как вам? Ожидание оправдано? Да. Возврат устриц-кору. Это невозможно. Это в первый и последний раз. Нет. Это наверняка. О, нет. Значит, они так делают? Сейчас мы их немного отварим. Кажется, это нехорошо, да? Оно стало плотным. Тебе когда-нибудь говорили, не играй с едой? А потом мы их слегка обжарим. Так они станут вкуснее. Я чувствую. Понюхай их. Интересно, что будет, когда разрежешь? Нет, мне совсем не хочется это делать. Посмотрите. Поперечный разрез. Парни, кто хочет посмотреть, как выглядят ваши яйца в разрезе? Окунаем в молоко и в муку. Это поможет. Красивые и большие. Они могли бы быть твоими. Знаешь, что поражает? Кто догадался попробовать? Да, знаю. Как кто-то мог додуматься? Боже, мы же можем есть яйца. Приятель, ты почти готов? Ладно, маленькое мое. Пробуем. Ладно, я. Оно горячее? Очень горячее. Я не могу проглотить. Да, это слишком горячо. Его надо прожевать. Приготовлено в Африке. Я думал, меня это не смутит, но это не так. Они кошерные? Не халяль. Спасибо, Брайан. Фильм, переведенный и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Над этим все смеются. Это свиные сосиски. Неплохо, да? Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.